У тебя досталось Евгратов Сницкий. Блин, думаешь, классно, оставлю, но сына назову Селивестер Балуцкий. Ну, то есть, вообще, как тебе угодно. Ну, это что, телеканал Польша-1? Да, это политическая передачка. Почему? А! Да! Что? Я сделал не так, я сейчас читал же стих хорошо, все как мог, пускай запинался. Господин Чехов при первой же встрече в подвале, это помню, вызвал у меня такое легкое, типа, эй, 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 парниша, поля! Сейчас мы говорим, значит, миллион слов Илья Соболев, чтобы твоя передача влазила в рекомендации. Есть такая тема, когда, типа, будем говорить 300 раз Путин, 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 YouTube будет это как-то ранжировать, мне так объясняли. Я сам из села, и тут я получаю 40 тысяч рублей, это головокружительные деньги для меня и для моего села. Я мог стать там мэром, ты понимаешь, у себя в селе, с такими бабками вообще. Всем привет, у нас очередной необычный выпуск. У нас сегодня целых два гостя, но оба они являются неделимыми частями одного большого целого под названием дуэт Кукота и Чехов. Многих, наверное, помнят по такому названию, как дуэт партизаны. В общем, это очень известные ребята, давно мелькающие на телеэкранах нашей страны. Есть маленький нюанс, за который я приношу свои извинения. Дело в том, что Игорь находится в Москве, а вот Миша находится в Санкт-Петербурге. У нас так и не получилось состыковаться со всеми этими пандемиями и встретиться лично. Поэтому часть интервью была записана через Zoom. Но надеюсь, что это не помешает насладиться самой беседой, потому что ребята, забегая чуть вперед, буду откровенен. Они отвечали прямо на все те достаточно острые вопросы, которые я им задавал. Впрочем, меньше слов, больше дела. Погнали. Сегодня в гостях будет мой любимый народный артист России, заслуженный деятель искусства, великолепный балетмейстер Михайловского театра, дирижер золотой дирижерной палочки, лучший мим Владивостока, заработанный, заработанный человек, заработавшийся, потому что он максимально трудоспособный. И КПД его превышает целых 5 триллионов IQ на миллиметр атома и нейрона в его голове. Мой любимый, мой желанный... Когда я начинаю спотыкаться, значит, вы прекрасно понимаете, о ком я говорю. Господин Игорь Чехов сегодня в гостях на интервью у какого-то человека, я ее не знаю. Он, честно вам сказать, он обещал, что он у меня возьмет интервью, но потом сказал, а, ты же из Петербурга, ладно, окей, хорошо, тогда возьму у кого-нибудь... Кто из Москвы, ебти? Не-е-е-е! Ну вы поняли, да, о чем я? Миша, ты понимаешь, сейчас ситуация поменяется, и теперь уже Игорь представит тебя. Давай посмотрим. Ну, во-первых, это моя вторая половинка, моя творческая вторая половинка, и меня сложно представить, наверное, без него, потому что все, чего мы достигли, только благодаря Кукоте, только благодаря усилиям совместным, поэтому это супертворческий буболех, это грушевитная мандрагора, это французский сочный крюгер, это листарионская машинка, это все Михаил Сергеевич Кукот, а понимаете, поняли. Друзья, всем привет, ребята, всем здрасте, всем любителям, почитателям Ютуба, кто подписан на канал, всем привет, всем респект, никто не подписан, и кому просто вылезло в рекомендациях, кто просто листал, знаешь, и нарвался, о, почему это мне вылезло здесь, надеюсь, вы не пожалеете, всем респект большой, желаю всем вам, чтобы вы ржали вообще всегда. Да. Сейчас это все будет на перемотке просто, я напоминаю о том, что мы ломаем, ломаем традиции, ломаем стереотипы, у нас конкурс не в конце передачи, а в самом ее начале, Игорь, у меня к тебе предложение. Да. Вы с Мишей говорили о том, что жанр, в котором вы выступаете, это пластический идиотизм. Ну так получилось, что вот какое-то количество лет мы так называем наше творчество. Благодаря Леониду Школьникову. Леониду Школьникову, когда в свое время он назвал, потому что нет названия этому творчеству, и не идеально. Вот давайте в комментариях подумаем и придумаем, как может называться жанр, в котором выступают Кукота и Чехов. Давайте. Если не пластический идиотизм, то что это может быть? Все, а мы к интервью. Все, положили хуй на стол, давай начинать. Игорь Чехов, это псевдоним. Нет. Что вы за люди такие? Ну подожди, ну это в паспорте уже? Уже. Игорь, Игорь Сергеевич Чехов, Игорь Сергеевич Чехов. Тогда вопрос окей, все, погнали. Егор Козликин. Да, Егор это псевдоним, Козликин это фамилия отца, Чехов фамилия мамы. Все очень просто, предельно. Ну, взял в свое время фамилию мамы, потому что она благозвучная. Ну, вот такая фамилия досталась от отца, вот такая фамилия мамы, почему не использовать ее? Па-бам! И как я понял, ты вообще, вот зритель, любой зритель, ты можешь взять вообще любое имя, фамилию. Прикинь. Вот ты можешь прям любое взять, какое хочешь. Вот тебе досталось Евгратов Сницкий. Классно оставлю, но сына назову Селивестр Балуцкий. Ну, то есть, вообще, как тебе угодно. Ну, сейчас, это что, телеканал Польша-1? Да, это политичная передачка. А я напоминаю, что это серьезное интервью. На серьезное интервью. В общем, слушайте, для меня сейчас большое открытие. Я вроде тебе читал, 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 и на тебе смотрел. Я на самом деле, да, скрытный. Не, не, я не скрытный, я вообще открытый максимально человек. Но все равно вопросы у людей возникают иногда. Тогда, слушай, тогда вопрос. А с чем связано появление псевдонима? Егор? Да, во время записи. По-моему, это смех без правил был, да, первый? Все, кто знает меня давно, знают меня как Егора. То есть, я жил на Северном Кавказе какое-то количество лет. 11 лет своей жизни. Треть. Вот. И оттуда пошло Егор. Так вот стали звать меня в школе. Меня звали даже учителя Егор. Домой, если кто-то звонил, еще не было сотовых телефонов, и спрашивали у мамы, можно Егора. Мама спокойно откликалась. И меня много людей знает как Егор. Вот. И некоторые говорят, тебе даже больше идет Егор. То есть, в свое время я был полноценный Егор. Прикинь. То есть, Егор где-то был процентов 98 больше, чем Игорь. Откуда он появился? Это кто-то в Европе? Могу предположить, могу предположить, что это связано с творчеством Егора Летова. Который, если кто-то не знает, тоже был по паспорту Игоря Федоровича Летова. Вот. И был в свое время большим почитателем его. Вот. Поэтому могу предположить. Но это не точно. И дальше как-то приклеилось. Но об этом никто не знает. Ты первый, наверное, человек, кому я рассказываю про это. Вот. Поэтому, видишь. Классно, когда ты на каком-то интервью, но вам даешь какую-то новую вводную для зрителей. И потом, через какое-то количество лет, у тебя полностью психологический портрет человека будет составлен. Надеюсь. А скажи мне, а сейчас дома супруга, родители как? Игорь тебя называют? Тебе Игорь это называют. Ну, Егор уже отошел, да. И кто давно-давно знает, тебя называют Егор. Все равно. А почему ты тогда использовал во время съемок? Так приклеилось, так получилось. Режиссер. Режиссеру даже так больше нравилось. Почему-то. И вот оно даже где-то в плашках еще возникает вот имя Егор. Да, да, да. Даже вот тот режиссер меня до сих пор Егором и зовет. И даже на съемках на каких-то до сих пор. Ну, уже стали поправлять, что Игорь. Ну, потому что правдивее, наверное, так. Так, наверное, true. Давай закончим тогда с этой темы. Чехов это просто совпадение или какие-то дальние... Мне очень хотелось бы верить, что это не совпадение. Очень сильно хотелось бы верить. Но в свое время я долго штрудировал эту информацию, долго смотрел, про корни сильно. Но в то время от Чехов была распространенная фамилия. Сам Антон Павлович из Таганрога. И в то время Чеховы много было вон там. А моя, Чеховская линия, идет из Смоленщины. Вот, из Смоленска. Я очень сильно надеюсь, если будет это как-то связано с Антоном Павловичем, Чеховым, было бы невероятно круто. Знаешь, как внутри где-то очень сильно хотелось бы, чтобы это было так. Но пока я не могу срастить. Там ниже, знаешь, третьего, второго колена теряется у меня хронологическая ветвь событий. Дальше мне не получается копнуть туда. Михаил Кукота. Это же настоящее имя и фамилия, если не ошибаюсь. Да, Михаил Сергеевич? Да, вообще очень интересно, что фамилия Кукота мне досталась от отца. А по Википедии, которую вы можете сами забить, проверить, фамилия Кукота, это как Кукотикус, Котикотикусы, Котисы. Это первый вариант был Кукотас, какой-то там философ-мыслитель. А второй вариант – это люди, которые таскали хворост. Я склоняюсь к первой версии. И вообще, как бы, происхождение фамилии Кукота, я, кстати, пытался вместе с отцом, знаешь, сделать древо, типа, откуда это все произошло, почему именно Кукотасы, Котасы, Котасы. Мы не смогли нарыть дальше прапрадедушки. Ты играл в КВН, причем играл еще в школе, потом поступил в университет. И вот в университете вы познакомились с Мишей Кукотой. А можно твою версию знакомства с Мишей? С Мишей Кукотой? Я с ним познакомился. Ты еще подначил, что он же из деревни. Всегда буду подначивать. Всегда буду подначивать. Ну, в этом его черта, этого человека, Михаила Сергеевича. И в этом он прекрасен. Своей простотой, своей вот этой самобытностью. В этом есть Кукота весь, собственно говоря. В этой простоте, потому что если бы человек был из города, мне кажется, у него были бы другие уже ужимки, другие свои какие-то устои. Потому что человек оттуда, и он в этом прекрасен. Я с ним познакомился еще, когда учился в 11 классе. Я знал, что уже буду поступать в аграрный университет. И меня привели в институт, зная, что я буду поступать. Зная, что команда факультета, на которую я буду поступать, вообще в полном очке. А мы выступали за край от школы. За Краснодарский? За Ставропольский. За Ставропольский, извините. Да, в край мы рубились, в лиге учащейся молодежи. И там мы были всегда в финале, всегда выигрывали. И сказали, что вот есть парень, который будет поступать. И привели меня туда, зная, что я буду поступать, чтобы уже сыграл. Я сыграл одну игру за свою команду факультета. Еще не поступив на этот факультет, уже сыграл одну игру. И там мне познакомились, комната КВНчиков у нас такая была. Кто помнит, кто знает, легендарное место в нашем институте, некий подвал, где писался, создавался юмор. И там я познакомился с Кукотой. А он уже был на первом курсе, он на год меня старше. Он на год старше по институту и по жизни. Ага. А на основании чего тогда у вас сложился этот дуэт? Что у вас случилось? Дуэт сложился у нас на основании того, что начали организовываться региональные камеди. Тогда началась волна. Да. Вот, 13 лет назад. Еще камеди 15 лет. И тогда должен был зарождаться камеди Ставрополь. И нас свели. То есть мы с искусственно сведенный дуэт, наверное, получился тогда. Просто, чтобы попробовали. Потому что я был капитан команды одной, Миша капитан команды своего факультета, то есть другой. Мы противники были всегда. Он капитан команды, помимо этого, сборной института одной. Я капитан команды сборной института другой. Но учились мы в одном институте, просто на разных факультетах. Вот такие вот два типа лидеры мнений, которых вот свели. Говорят, попробуйте, потому что вы в одном ключе делаете что-то. В одном ключе работаете, вот у вас, вот это все, это ваше лицедейство. Это ваша история. И мы начали вот работать тогда. В камеди. И, наверное, благодаря... Якобы на камеди, да. Вот. Работать уже на эту структуру, что когда-то начнется у нас здесь камеди клаб. Начались вечеринки, так он и не начался. Вот. Но потом дальше мы сами пошли уже на кастинги туда. Подожди. Вообще, мне кажется, наша история встречи была как, знаешь, как по написанному сценарию в Голливуде, когда встречаются типа два еще не сдружившихся человека, ненавидя друг друга. Потом происходит какая-то ситуация, они настолько влюбляются, потому что у них, допустим, общий враг или какая-то общая беда. Ну, в общем, какое-то событие, которое их объединяет, и в этой рабочей атмосфере за жизнь либо за творчество они влюбляются, потому что подходят друг к другу, умеют контрастировать. То есть умеет... Каждый может держать за собой какую-то свою определенную функцию. И этот пазл, на самом деле, я считаю каким-то божественным слиянием. И судьбой было так предначертано соединиться на... Он был первый курс, поступил в сельскохозяйственную академию, как и я. Я был на втором курсе, она год его старше. И у нас был такой подвальчик под женским общежитием, где мы собирались все квенщики, репетировали. Вот эти все такие водосточные каловые трубы, которые над нами. И мы каждый раз слышим, когда девчонки ходят в туалет. И вот эта вся романтика, вот в этом романтичном месте, с запахами, звуками. И вот это днище, знаешь, на дне. Вот у нас было точно на дне. Зашел господин Чехов, познакомили. Он... У меня такое было первое чувство, что какой-то квадратный, несуразный, какой-то непропорциональный, широкий, гигантские плечи, вытянутая голова, как у Дудя. Что-то какие-то вообще пропорции. Ну, непонятно. То есть физиология была для меня такая, знаешь, нестандартная. Я-то и сам нестандартный, но... А он вообще для меня был что, чего, как. Но он был максимально... Знаешь, когда заходит в комнату энергия, мощная энергия, которая тебя просто энергия как-то давит. Но господин Чехов произвел на меня впечатление сначала такое настороженное. Знаешь, я уже был второй год в КВН. Я был человеком опытный. Он был дольше меня в КВН, больше. Но я, типа, по годам все-таки же как-то доминировал внутри себя. Я доминировал над всеми, понимаешь? Над всеми. И как раз он появился вовремя. Начинался комедий-клаб, региональный комедий-клаб. Наверняка ты знаешь. И нам предложили вместе, так как у нас... Вместе поработать, так как у нас была очень похожая тактика, манера игры и подачу. Мы были безумно сумасшедшие люди. Мы были безумно пластичные. Но господин Чехов, у него настолько развита физическая пластика, что он ее может продемонстрировать. Я свою физическую пластику не могу продемонстрировать. Но я могу продемонстрировать свою внутреннюю пластику. Это точная... Это еще называется органика. Как ты органично существуешь на сцене. Человек может быть максимально не садиться на шпагат, не делать кульбиты и все коряво, но он так органично выглядит в кадре, на сцене, правдоподобно берет, знает точки, знает манипуляции. И у вас что-нибудь обязательно получится. Мы попробовали, у нас получилось. Поэтому господин Чехов при первом же... При первой же встрече в подвале, я это помню, вызвал у меня такое легкое, типа... Эй, 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 парниша, полегче! Но уже со второго или третьего раза, я помню, у него на факультете, я понял, что нам нужно попробовать распределить роли. И так как он был очень такой бутоперчивый, гибкий, я говорю, давай попробуем прогибаться. Мы там же придумали нашу первую миниатюру «Хищник в троллейбусе». Я закинул идею, он помог ее развить, и у нас получился номер, который в итоге вошел в самый первый номер, когда мы зашли на сцену «Смеха без права». Я до сих пор это сейчас сижу, тебе рассказываю, и до сих пор я просто благодарю небеса, вселенную, я благодарю все случайности и совпадения, которые связали меня с господином Чеховым, потому что это действительно... Я это внутри осознаю, что без него бы вообще бы этого ничего не было. Я бы, наверное, был бы сейчас... Да стендапером был бы, вот. Всем придет, у вас были клещи? Ну, клещи, ловили клещи. Нет, никто не ловил клещей? Ахламидий? Нет, нет. И слили человек. То есть я понял, что Чехов мне предначертан судьбой, а я ему. Скажи мне, тогда логичный просто вопрос. А кто главный в этом тандеме? Ну, я могу сказать вот так. У нас по генерации... Это чистая правда. У нас по генерации получается вот так. Я рублю, грубо говоря, 60, он 40. Процентов, если в процентном соотношении. Но мои 40, мои 60 не котируются вообще, если он не поддержит меня. И его 40 также не котируется, если я его не поддержу. То есть говорить о том, что я больше генерирую, ну, по чесноку, да. По генерации, грубо говоря, там я больше закидываю идей. Но это все сгорает просто в пепел, если Чехову не понравится. В итоге мы заняли вот такую позицию, интересную очень. Он садится, слушает меня, а я начинаю просто, знаешь, бессознательно, типа, хыски, давай вот так попробуем. Нет, давай вот так, а давай скран, давай скран. И он, что самое характерное, у него есть настолько классная чуйка, он меня так, хоп, подхватывает, говорит, о, классная идея, классная, классная. И также с точностью наоборот. Когда он в хорошем настроении, он может просто выдавать такие перлы. Я говорю, блин, хыски, это безумно круто. И так получилось, что мы распределили такие роли, что я насыпаю, он их четко фильтрует, и у нас как бы нету к этому никаких претензий. Четко с господином Чеховым привнесли, тут же самое, знаешь, какая сверхзадача любого юмориста? Привнеси что-нибудь новенькое и необычное в юмор России. Привнеси ты, ты, новое, новое. Не надо, как все стендаперы, прохуй, пиздай жопу, блядь, вот это самое популярное. Новое. Чистое, необычное, не как у всех. И это у нас получилось. Я этим очень сильно горжусь. Как вы тогда в смех без правил попали? Потому что тогда в основном отбирали по видео. Нет, приехал человек Алексей Фрэнкель, такой легендарный. О, ты как раз проходил. А ну расскажи. Мы вывалили с Кукотой все, что у нас было, где-то 40 миниатюр. Начало без начала, смешных, несмешных, часа на полтора. Вывалили все, потому что очень было дикое желание попасть туда, в эту передачу, потому что она очень сильно гремела. И мы прошли еще с одним дуэтом из Ставрополя. И на поезде в одном купе мы поехали из Ставрополя в Москву. Я уже тогда понял, что все, мы типа трогаемся куда-то. Ну типа обратного пути нет, наверное, уже у этой штуковины. Нас провожали чуваки, я это помню прям четко. Как сейчас. Вот вчетвером в одном купе мы ехали покорять вот эту всю тему и гнуть свою линию. Это в смех вы попали? Да, это мы попали в смех. И поехали на кастинг в Москву, там его еще раз прошли и попали уже непосредственно туда, вот в отборочную, вот в эту яму туда. Эй, ребята! Это кайф, потому что вот я готовил там сейчас передачу про убойку, и в основном ребята все говорили, что они попадали через видео, которые снимались. Не было полноценно. Мы вышли тогда с этого кастинга, и я вот так вот вытекал. Ну как и собственно и всегда, потому что я всегда когда выхожу, разрывает тебе изнутри, да! И я выходила мокрый, говорит, ну все, ребята, вы едете в Москву, нам сказали тогда, все, собирайтесь. Как будто, знаешь, как будто так и надо было. Ну окей, да, все, мы сделали свою работу, потому что мы отдались полностью туда вообще, все. И писали вы сами вот эти... Писали сами, ну вообще за все это время мало людей, кто попадал в нас как-то. Мы много людей пытались к себе притянуть, чтобы помогали, потому что нужно за какое-то количество лет, да прям нужно, чтобы тебе помогали. Извне кто-то смотрел каким-то взглядом на тебя, как-то направлял. Но мало людей попадало, и все в основном, значит, сливались по прошествии там какого-то короткого времени, мы не знаем, как это делать, вот. Вот давай об этом и поговорим. Смотри, Френкель вас одобрил и по сути привез в Москву. И вот вы показываетесь чешей, школьнику, виноградову, и что вы слышите? Как на вас вообще отреагировали? Вы же, ну давай так, вы странные. Да, в этом, кстати, в этом, кстати, была фишка, я тебе так скажу, любой юмористический проект, так как «Смех без правил» вообще основывался на баттле и разнообразии участников, мы попадали в эту категорию разнообразных участников. Никто не делал на нас ставки, никто не говорил, боже мой, ребята такие одаренные, надо им помочь, да, надо им дописать материал. Нет, нужно там это подготовить. Да, давайте ими займемся. Да нет, просто очередные, очередные сумасшедшие люди, которые делают что-то необычное, ну, знаешь, это как пушечное мясо. Ну и давайте. Вот и все. Я тебе клянусь, не было ни одного разговора, я еще помню, нас от след, Дима Скачков занимался импровизацией и Виноградов нас смотрел, а еще и Медведев, Медведь Евгений Машечкин на нас смотрел, и на нас все смотрели. Вы знаешь, какой поражающий эффект? Мне было приятно, вот только сейчас я осознаю, что мне приятно видеть на их лице, на этом, да, вот это вот, искушенные люди юмором. Ну, давайте, давайте, показывайте, что у вас, что. Видеть вот такое выражение лица. Да, а что это? Насколько приятно, что мы производим впечатление, я сейчас не говорю, бестовское «хорош», просто производим впечатление, типа, что, что-то, это что-то непонятное, какая-то субстанция, какая-то энергетическая субстанция, которая у меня была, давайте, сделайте собак, мы делаем собак, сделайте, кабаны бегут против ветра, о-о-о, пацаны, нормально, оставляйте так. Они сами, наверное, боялись того, что предлагали, потому что мы делали абсолютно все. что-то, слушай, нас, нас вот с таким вот жанром, нас как бы никогда не брали, то есть нас никогда не брали на, это чистая правда, я сейчас скажу, может быть, это потому, что я так чувствовал, никогда не брали на общую палубу, знаешь, там, где все ходят и со всеми общаются. Ну, всегда были такие, знаешь, там, резиденты убойной лиги и чуваки, и вот чуваки, что-то там и чуваки. То есть, нет, там общались, там, да, это красивые, там, с быдло общались, там, это, махно, а у них такая была бада, они всегда там, там, бухали, общались, придумывали, там, все у них там, и только тогда, когда мы попали в убойку, и уже когда это стало такое, знаешь, ну, костяк, как говорится, сжимался круг уже интересов, сделать общий хороший продукт сжимался, и там нужно было еще сильнее коммуницировать, только тогда уже мы что-то там начали, там, что у тебя, что как, то есть, это было на самом деле, ну, пацаны до сих пор, мне кажется, поражены тем, что мы стали резидентами убойной лиги, а потом и резидентами комедии клуба, до сих пор, наверное, так можно, понимаешь, мне кажется, просто у пацанов в их алгоритме не стояло вообще о том, что наш жанр может куда-то вырасти, у меня есть точное ощущение, что, типа, ну, пацаны что-то кривляются, ну, что-то тоже делают, ну, и ладно, никакой не было там такой дружбы, знаешь, Мишаня, пойдем, выпьем кофейка, там, пивасик, там, вообще никакой. Ни с кем вы так плотно не сдружились, да, получается? Не, мы сдружились, но это уже со временем, это уже, это такое большое стечение обстоятельств. Если говорить там про убойную лигу, это как раз-таки уже там чуть там, уже ко второму году, когда она практически уже закрывалась, уже тогда мы уже на, уже там уже нормально, ну, потому что время, потому что большое количество времени мы еще проводим, как бы вместе на съемках, нам нужно коммуницировать. А вообще, там, смех и начальная, начальная убойная лига, это было вот, ну, типа, ну, а, здоров, пацан, здоров. Все. Видишь, все-таки, все-таки иные, все-таки не такие, да? Но своим трудом доказали, добились класс, класс. Известность пришла тогда вместе со смехом и с убойной? Со смехом, да, это был какой-то вообще разрыв бомбы. Каждая вообще передача была с большим-большим эффектом, тем более в нашем небольшом провинциальном городе, очень красивом и классном. Вы же возвращались, получается. Мы всегда возвращались, приезжали, возвращались, параллельно играя в КВН, уже были мы там в Ставрополе, ребята, это наши ребята, вот это ж такое, на телевидении все местные женщины. На улице прям, да, да. Кстати, ты жилоголаз? Я? Да. Да, как и все, ну, типа, я мужчина. Ну, типа, я мужчина, вот у меня пол такой, пол, я породился, можешь мужчиной. Но при этом сейчас ты очень верный муж. Я вообще верный муж, да, я жену свою люблю очень сильно. Блин, как это вот, как можно гулять, 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 потом оп, все, стоп. Это было тоже очень, знаешь, как-то плавно, очень тоже плавно, потому что с Юлей огромное количество времени, ну, когда я поступил уже в Петербург, с ней познакомили, собственно говоря, и началась тут тоже, знаешь, вот это вот раскручивается эта динамо-машина, не знаю, как это назвать, вот эти колесо отношений, тоже очень долгое-долгое, оно было такое вот притирочное, непонятное. Скажи мне, как на вас отразилась популярность, что ты помнишь? Это же, ну, проекты, которые взорвали, и в лицо знали, ну, практически всех. Я неправильно, я был молод, мы с господином Чеховым были очень молоды, и мы неправильно распределяли свою славу и деньги, это точно. Потому что для меня учиться в сельскохозяйственной академии получать 300 рублей стипендия, когда ее вообще не получили, получать, я сам из села, и тут я получаю 40 тысяч рублей, это головокружительные деньги для меня и для моего села. Я мог стать там мэром, ты понимаешь, у себя в селе, с такими бабками вообще. Да, понятно, что там все родителям, что-то там надо было купить, что-то там какие-то появились, там магнитофоны, телевизоры, телефоны появились, одежда какая-то. Но, ты знаешь, вот я, да я, наверное, по-прежнему не могу распределять свои финансы, я учусь, но в тот момент, когда я был один, для меня это было просто какая-то бешеная деньги. То есть можно было поднакопить на машину, можно было там, не знаю, ну, это, конечно же, глупость, я сейчас говорю, да, там 40 тысяч рублей за два месяца можно было подкопить там, да не можно и нельзя было за такие бабки. Но для меня это было вот просто, я себе ни в чем не отказывал, для меня это было очень круто, покупал себе шмотки, телефоны, потому что было холостой. Не знаю, популярность мы не использовали по вообще, на полную катушку вообще не использовали, потому что все равно мы оставались. И вот такие ребята. Понимаешь, типа мы хотим то, это красиво и махно, мы хотим во все клубы хотим. И, может быть, пацанов возьмем. Ну, пусть будут. Вот понимаешь, вот всегда вот такая была история. То есть мы не хапанули в такой, знаешь, в титаническом объекте. Ты говорил о том, что вы еще не доснимались в убойке, еще не было, по-моему, последнего пула. Да. А вы уже начали задумываться, вернее, вы уже поступали. Да. Вы уже поступили даже, по-моему, в Питер. То есть до этого вы пытались поступить в Москву. Да? И не поступили. А куда вы пытались в Москве? В ГИТИС мы к двум мастерам пытались поступить. Это тоже было как-то очень спонтанно. И поэтому мы пришли туда максимально неподготовленные. Это отдельная история, как два цыпленка. Что, куда, институт, театральный институт? Ох, охереть вообще, это охереть. Я очень сильно волновался. Это дикое волнение было. Театральный институт. Ты чего вообще из Ставрополя люди? Охереть. А можешь объяснить? Мне очень понятно. Смотри, у вас идет убойка, вы на волне, вас люди узнают. Ну, кайф же. Да? И ты с нуля. Мы очень много с Кукотой. А что повлияло? Почему вы решили идти учиться еще и в театралку? И это было правильное решение. Я вообще не пожалел. Вообще о своем обучении, о своих двух высших образованиях ни на секунду никогда не жалел. Я считаю, что это вообще был правильный и четкий самый выбор. И было очень максимально тоже логично и верно пойти дальше учиться. Было четкое желание дальше продолжать заниматься тем, чем мы занимаемся, научиться этому профессионально. Поэтому было решение принято вместе с Мишей поступать в театральную академию. Вот. И мы поступили в театральную академию. На первом курсе вот мы поехали на последний полубойки. И она закончилась тогда. Да. Давай сейчас к Москве вернемся. Вы пошли в ГИТИС. Это как? Тоже летом? Как там поступают? Весной. Вот начало это было лето. Было уже тепло. Я помню. Мы учили стихи. Учили басни. Учили песни. Но это все было максимально коряво. Вот эти поступления в Москве. Это было просто. Можно было провалиться в пол. Миниатюру мы даже с Кукотой показывали одному мастеру. Но это было все не туда. Причем, это естественно, как проходит процесс поступления. Ты заходишь, у вас какое-то количество человек. Тебе 10-11 примерно, плюс-минус. В какую-то аудиторию. Все по очереди рассказывают, читают. Тебе дают какие-то задания вводные. Накидывают тебе. Смотрят на тебя, как ты можешь. И проходили на второй тур люди. Ну, просто красивая девочка. Прочитала красивый стих. Я понимаю, что за нее где-то там... Она дочь кого-то, скорее всего. Наверное. Просто я девочка. Я прочитала стих. Хорошо, второй тур. Я думаю, почему? А! А! Что? Я сделал не так. Я сейчас... Считал же стих хорошо. Все как мог. Пускай запинался. Но думаю, ну ладно, фиг с ним. И поехали уже в Петербург. Вот через неделю. Облом в Москве. Прям облом. Первый. Второй облом. На следующий день или через день. И мы едем в Петербург. Я четко понимаю, что мы туда едем, прям мы поступим 100%. Потому что едем в нашу стезю, в юмористическую поступать. При театре лицидей. Я понимаю, это наша тема 100% железно. И вот, и поступили. И сейчас поправь меня, Соболев с вами учился. С нами вместе, да. Мы вместе учились, там, пару лет вместе. Там, два с половиной, три. Прям на курсе на одном мы учились. Он поступ... А! Мы вместе поступали. Мы даже втроем приехали. Три перца охеревшие такие. Я помню, как мы заходили в Академию. Нас еще... Весь нас курс вспоминает. Е-бо! Кто это пришел? Три гуся шли. Ты че? Вообще, бойко. Модный. С телевизора. Это потом, как поступили в театралку, все это ушло. Потом вниз туда забылось. Ну как сейчас? Сейчас еще быстрее забывается. С этим потоком информации огромным-огромным. Миллион на тебя в день выливается, если ты открываешь интернет. Поэтому все сейчас еще быстрее забывается. И тогда мы, три гуся, приехали поступать туда. Поступили. Кайф. Это самое крутое время вообще в театральной Академии. После убойки вам предлагали куда-то пойти сниматься? Да, много было. Но у нас, значит, какая внутри штуковина. Мы когда принадлежим кому-то, а мы вроде как принадлежали кому-то тогда, как нам казалось. Чашей. Да, как нам казалось, что мы типа при, мы все... Угу, окей. Мы никогда не предавали никого. В этом плане мы думаем, окей, будем так. Вот. И все предложения, которые поступали, мы отметали. А куда звали? В разные передачи, в какие-то. Куда бы ни звали, все это было плохо, все не туда. Якобы оттуда со стороны. Можно мы типа... Не, лучше не надо, это говно полное. А, хорошо. Ну ладно. А в итоге? И в итоге все. Сколько это длилось? Сколько длилось? Пока мы не закончили. Пока это не ушло. Ну, пока не ушла популярность вот эта волна. Следующие волны как идут, как в океане, наверное, в море. Вот такая, наверное, и жизнь. Потому что потом же вы пошли все-таки в «Смех без правил», который по сути... Ой, «Смех без правил» говорю. Камеди батл. Да, да. Это же по сути правоприемник, назовем это так. По сути, да. Это то же самое вообще все. У нас задача была четко с Кукотой попасть в Камеди Клаб. Мы всегда, с самого начала, как только был создан дуэт, 14 лет назад, в 2007 году, 13 лет дуэту, была четкая задача, цель попасть в Камеди Клаб. И, к сожалению, путь единственный был попадание туда только через прохождение Камеди Баттла. Вот. Мы попытались заходить туда как-то. Можно мы вам покажем наши номера смешные, невероятные. Но это было не так, надо официально сказать, ребята, проходите. Мы окей, пришли еще раз, победили этот Камеди Баттл. Окей, ребята, идите в Камеди. Пришли в Камеди, классно, все, галочку поставили, ушли оттуда. Вы же добились своей цели, которую ставили, насколько я понимаю, изначально, когда вообще-то входили в эти проекты, стать резидентами Камеди Клаб. Все получилось. Вот тогда скажи мне, а там, какое там было к вам отношение? Я сейчас имею в виду и резидентов, там была и авторская группа, да, продюсеры. Давай так, можем быть чуть подробнее, как вас туда позвали в итоге, как звучало это приглашение, и что в итоге было? Ну, значит, мы изначально, да, безусловно, когда мы шли туда, мы все хотели попасть в Камеди Клаб, ну, то есть смех, убойная лига, мы все хотели попасть в Камеди Клаб. В Камеди Клаб нас не брали по понятным причинам. Мы, я извиняюсь, в убойной лиге толком вот такие вот, ничего как бы сверхъестественно там не делали, на их взгляд, и вообще, как бы, что у них там своих резидентов достаточно. Потом прошло стечение обстоятельств и времени, и начали, типа, как бы мы потихоньку заходить в Камеди Клаб, там, на вечеринку проверочную придем, посмотрим. На нас посмотрят, такие, ну, спасибо, спасибо, спасибо. Мы вам позвоним, знаешь, те продюсеры. Мы вам позвоним. А потом в Камеди Баттл сделали прям такую функцию – резидентство Камеди Клаб. Ну, и мы, скажем так, как выходящий поезд, резидентство Камеди Клаб, типа, как бы выигрываем Камеди Баттл, 15-го, да, это было год, да, по-моему, 15-го года, выигрываем Камеди Баттл, попадаем в Камеди Клаб, и там, ты знаешь, там четко, четко распределены настолько роли и авторства, что нам Гарри Кьюрич, он сказал, что вот, типа, победители, и нам нужно по-любому с ними сделать там новогодний эфир. Так, ты и ты, помогите им написать. И, безусловно, у нас были авторы-помощники, это Дима Шутов и Сергей Лунин. Ты наверняка, может быть, ты их знаешь, может быть, нет. Это «Утомленных солнцев» Сергей Лунин. Вот, они нам помогали писать, и я прекрасно понимаю, что пацаны не одупляют вообще, что делать с нами. Вот, вот, вообще не одупляют. Мы не текстовики. Писать тексты мы никогда, мы их никогда не писали. Мы никогда даже не практиковались в писании текстов. Здравствуйте, Тамара Петровна, а что это там у вас? Ну, как, что? И по текстам, ааа, я так... То есть мы даже наши номера не могли перенести на бумагу. Очень сложное, очень болезненное вымучивание, потому что нам сразу сказали, ребята, вы стали типа резидентами, мы вам сейчас будем помогать, но давайте вашу пантомиму закроем на ключке. Вот туда-па! Сейчас вы будете писать тексты. Братан, тексты. 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 Мы же всю жизнь занимались пантомиментами. Тексты. Пишите только тексты. И мы начали писать тексты. И каждый раз, когда заходили в комнаты, другие резиденты с нами здоровались, они заходили, открывали дверь, такие пацаны при... Оу! И они видят наши кровавые глаза, вымученные. Вот такие волосы, да, когда я... Давай он скажет... Антонина, зайдите. Я сама... Галя, подаль... Ты понимаешь, там... Это было настолько для нас сложно и болезненно, что мы ничего... Мы не можем сочинять. Мы вообще люди другого жанра. Да, абсолютно другого. Это была большая проблема. Это была настолько большая проблема, что она потом набухла. И, соответственно, мы попрощались с комедия-клабом. Потому что... И ребята уже не могли нам писать, потому что это получалось такое, что мы как бы им помогаем, судорожно помогаем. А ничего текстового мы придумать не можем. Они нам текстового типа накидывают. Но там вообще тоже еще другая история была. Очень интересная. Но в итоге все резиденты комедии-клаба... Ну как? Привет, пацаны. Привет, привет, привет. Пока, 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 пока. То есть там никакая супердружба там не завязалась, лишь только потому, что эта работа... Люди, которые знают, как писать, у которых есть авторы, помощники, уже приходят... Ну, давайте писать. Все. Они пишут. А люди, которые пришли и... Помогите. А мы можем... Нет. Это было очень сложно. А что за история, когда я сказал? Была еще какая-то история? История, когда в итоге с нами как бы попрощались, потом приехали на наш Питер Камеди, посмотрели, как мы выступаем, они сказали, ребята, давайте еще раз попробуем. Давайте еще раз попробуем. Мы еще раз приехали, еще раз попробовали, и они сказали, что-то не то, что-то не то, что-то не то. Ну, и все, и мы как бы... Сколько в итоге получилось? Насколько вы долго были в Камеди? Не знаю, чем хочешь. Я веду, да, там годами, выпусками, чем мерить? Ну, то есть, типа, какой-то условный шанс, типа, был, да? Это не из цикла, две передачи не получилось. Все, спасибо, до свидания. Что-то пытались все-таки, да? Да, 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 у нас, мы снимались ровно год, у нас вышло, по-моему, девять номеров за год, по их меркам это катастрофически мало, я их прекрасно понимаю, для них чем больше, тем лучше, безусловно, но этот год я очень сильно посидел, потому что я начал заново перепрофилировать свое творчество и свой профессионализм, которым я не владею, для меня это было очень болезненно. Люди, которые нам помогали, Димка и Серега, им вообще огромное спасибо, они тоже спасали наш тонущий катер творчества и пантомимы, но им тоже там дали сверху отмашку, что давайте-ка не тратить на ребят время, потому что, ну, мы мучаемся, ну, мы прям мучаемся. Они мучаются, мы мучаемся, мы затормаживаем их процесс, потому что на их плечи возлагается еще больше ответственности писать всем другим авторам, не текстовикам, вот. И тем самым мы как-то полюбовно, скажем так, разошлись. Для меня Comedy Club является такой вообще мощной галочкой в моей жизни. Я безумно благодарен событиям, я безумно благодарен этому опыту, я безумно благодарен всем резидентам и всем авторам, которые нам помогали. Это очень круто. Это то, к чему я стремился и то, чего я добился. Вот это здорово. В Comedy почему не задержались? Были-были и пропали? Не задержались, потому что ни жанр, не знаешь, не удержался там. Я был настолько уверен, что вот мы там нужны, я думал, бляха, это будет круто. И я уверен, что много людей, кто знал нас, кто как-то следил, так или иначе, за нашим творчеством, думали, что вот будет классно, если вот они туда попадут, они там тоже разбавят. И я думаю, да, мы разбавим. Но хер там, хер там плавал, как говорится, и все-таки там нужен аудиальный юмор, чтобы нам так вот там тоже объясняли, что чтобы домохозяйка резала вот так лук дома и слушала шутку сюда, вот, которая залетает. А мы не про это вообще с Кукотой, вообще не про это. А у вас может быть шесть... Да, да, что там происходит? Надо смотреть, надо, ребята. Здесь смотреть надо, как говорится. Вот, и поэтому... Шесть минут номер, в котором, если, да, в середине отвлекся... Плюс шесть минут номер, а у нас в среднем номер три минуты, где мы сможем показать вот такой вот спектр огромный, целую огромную историю. А в камедии за шесть минут там одна какая-то часть, которую они там в блоке, они там блоками выписывают. Вот блок, ну, то есть это шуток. Они там шуток, делаем шаг дальше В следующую комнату переходим, условно говоря Там шуток, 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 дальше идем Вот, у нас не про это, у нас секунда отвлекся Что они там делали, все, иди нахер Ты не поймешь, про что этот номер, что в конце, чем он закончится Кто эти люди, почему они здесь появились вообще Поэтому здесь сложно И вот, и нам говорят номер 6 минут И пиндос, и пиши туда 6 минут Что? Помогите! Убейте нас! Это невозможно было Мы стреляли с кукотой Как это вообще возможно? Нам, у нас все по 3 минуты Говорят, надо 6, ребята У нас так, правила передачи Ты ничего не сделаешь Но я их тоже понимаю прекрасно Люблю и ненавижу тоже их А как в итоге получилось? Сами ушли или? Сами ушли, потому что Ну, там, въехал Ну, это какое-то вымучивание было Да, сильно очень Я думаю, блин, не надо Я юмором же занимаюсь Я же должен смешить людей Они мучатся Шутки писать текстовые Блин, я же передаю ваше настроение Это было прям сильно Очень сильно Мы сколько-то эмоционально Мы же эмоциональные люди Сами по себе И мы там Ты как будто, знаешь Ты вот хаски Завел собаку хаски И в квартире ты ее держишь Ты нахер ты ее завел вообще там Она должна гулять Она должна везде бегать, прыгать У нее такая Ну, троню Ты ничего не сделаешь А она в хате у тебя сидит Она скулит, плачет И все И ты мучаешь собаку А ты можешь тебя вообще представить С кем-то в дуэте Кроме Миши? Нет Нет такого человека Давай напряжемся Напряжемся Давай напряжемся Но все Это слишком давно было Слишком Настолько Настолько давно И настолько это на подкорке Что я еще даже не был Мужиком Ну, типа, мужчиной Я был пацаном Тогда И вот он Это как, знаешь Как с женщиной Ты встречаешься Какое-то большое количество времени И потом на ней женишься И у вас все нормально Вот такая Такое редко бывает И вот этот случай Именно с Мишей Когда Вот этот симбиоз Людей Он Настолько Плотный и сильный Что Другого человека Там не могло быть По энергетике По пластике По сути Если взять Какого-то любого человека Смешного Мог бы быть дуэт Любого классного Какого-то чувака Возьми Мог бы быть дуэт Но такого Что мы делаем с Кукотой Ну, невозможно Все, кто знает нас Все, кому это интересно Следите за информацией Мы Делаем концерты Иногда Проводим В Питере Или вы катаетесь Иногда катаемся Иногда в Петербурге Очень редко Но проводим Есть какое-то количество людей Кому нравится жанр И мы В том числе Как-то И они думают О, ребята смешные Классные И приходят на концерт И получают удовольствие Эстетическое Потому что мы Мы там показываем Лучшие номера И это действительно Смешной концерт Вот Плюс мы Начали делать спектакль Весь Шекспир Иногда мы его Катаем Сейчас уже Последний год Не катали нигде Но это тоже Очень классная работа Все в нашем жанре То есть это от нас Весь Шекспир Все трагедии Его Все это В юморе И все это В нашем жанре В пластическом Это очень круто По мне И мы его даже На фринж возили Я тоже везде рассказываю Тоже достижение Для нас большое С Мишей На фестиваль Переводили его Обратно на староанглийский Шекспира И там показывали В нашем ключе Тоже было большое Такое достижение Для нас ездить туда У нас рубрика Мне чисто спросить В этой рубрике Я задаю тебе вопросы Которые прислали Наши подписчики Субъективно У дуэта Кукота и Чехов Всегда были проблемы С импровизацией И в убойке И в не спать Ребята рвали зал Домашней заготовкой После чего Уходили в тень В связи с этим Вопрос Игорю Согласен ли он с тем Что его дуэт с Кукотой Не очень дружил С импровизацией И если да То почему так происходило Да могу Предположить Это прям 100% Наверное так и есть Что с импровизацией Поначалу Это вообще не наш конек И мы прям уходили Чуть-чуть в тенек Потому что Были сильнее люди В тысячу раз Ну типа давили как-то И ты знаешь Когда на тебя И так пошли сыпать Они там смешно Очень классно Думаешь А бляха И уже лишний раз Не пойдешь А вдруг не смешно Сейчас вот выстрелить А по сути надо было Просто нести 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 И тренировать это Потом уже с годами Мы натренировались И можно сказать Что в батле Мы уже там Были Очень-очень Вальвотно себя чувствовали Спокойно уже На импровизацию Или на какую-то Любую ерунду А поначалу Да Поначалу Первые годы Мы были чуть-чуть О, импровизация Пу-пу-пу Потому что мы знали четко Что номер у нас смешной И как правило Там если вы вспомните Передачу эту Там были ставки Там 12-24 Давали за твое выступление Якобы денег И 48 Стабильно У нас В 99% случаев Мы брали 48 Всегда Хотя некоторые выходили По 12 Но потом выигрывали передачу То есть им давали по 12 Потом импровизация классная И они выигрывали передачу Но мы с Кукотой Всегда гордились тем Что мы всегда выходили И для банка Для передачи То есть для общего Банка мы делали Большой сразу же взнос Вот Это наверное ответ на вопрос А почему Типа вас все-таки Почему вас звали в передачу Где типа импровизация Ага Нет там знаешь еще почему Потому что Ксения Владимировна Чешей Очень правильно Четко делала За это и кстати Большой большой респект Что она четко видела В нас Как в единице В юмористической Вот таких персонажей Это хороший вопрос Это хороший вопрос Я соглашусь Я соглашусь на 50% Почему? Потому что В убойной лиге Импровизировать Для нас было Это каким-то Невозможным моментом Лишь только потому Что Отвечая на вопрос Импровизация Всегда заключалась В скорости В приеме и подаче Текста Мы плохо формулируем Текст Наша фишка Была не в тексте А по правилам Импровизации Люди быстро выходили И говорили Пауна Хауна Патална Ха-ха-ха И ты же не можешь Так выйти И по пантомиме Сделать И люди И у нас Происходила ломка И мы проигрывали Этот раунд Потом Начались импровизации В не спать Вот здесь Я уже не совсем Соглашусь Потому что Там тоже Требовали текст В общем Давай так Вот конкретно Любая импровизация Это не импровизация Пантомима Это импровизация Текста Где мы Не сильны И мы в этом Проигрываем Это так Это факт Мы проигрываем В импровизации Текста Но если ты Посмотришь Не спать Мы На 50% Иногда Выигрывали Импровизацию В тексте Потому что Это все-таки Навык Который Нарабатывается Поэтому В ранних Стадиях Нашей импровизации Это чистая правда Мы не умеем Импровизировать А в более поздних Уже Вот в современной Вот сейчас Импровизации Это 50 на 50 То есть Когда хорошее настроение Мы Можем импровизировать Текст Игорь Вы с Кукотой Создаете особую форму Комедии Для которой По сути Не нужны слова Я бы вас сравнил С Boy With Tape Of His Face И Ambilical Brother Ambilical Ambilical Brother Ambilical Brother Да Первых я не понял Про что ты говоришь Может быть Я только Может опечатка Просто Да То есть Перед вами Не стоит языковой барьер Вы можете выступать На международных фестивалях Вопрос Почему Вы еще Не мировые звезды Учитывая то Что Ваш юмор Трансграничен Да Почему Не знаю Наверное Уже можно было бы Чего-то достичь За все это время Прошедшее Но видишь Мы много времени Учебе отдали Прям очень Огромное количество Времени И театру В том числе И самому Как театру Лицидеи Там начали На них Как бы работать А не в себя Как сделал Илья Соболев И правильно По сути Отчасти сделал Потому что Мы как бы С Мишей трудяги Такие знаешь Когда мы Куда-то приходим В какой-то коллектив Мы как бы На него И начинаешь работать Не подставляя Никого И там вариться Вот Если бы мы отделили Сразу же Не стали бы Там делать Мы бы уже Наверное Где-то были Вот мы съездили Большое достижение Про Фринж Это в Шотландии Это в Шотландии Большой Один из самых Больших Всемирно известных Фестивалей Есть два В мире Фринж И Авеньон Во Франции Вот их два Круче нету Вот на одном Мы пару раз Были С Кукотой И там Типа заявляли Себя Но это нужно На постоянный Ездить туда Прямо Постоянно Постоянно А Слава Полунина Если вернуться К мировому Я имею в виду Что это такой же Интернациональный юмор Понятный Любому человеку Это клоунадо В чистом виде Слава Полунина Да Я к тому Что у вас Ну условно Если обозначить Там название Сценки Да Два Два спецназовца Да Условно Ну все Это же можно Показать любому человеку Два военных Собираются Прыгнуть с парашютом Ну все Да И вопрос Я к чему Смотри Не отслеживали ли вы Путь там Условно Полунина Чтобы Нежели выйти Вот на эту мировую Отслеживали Отслеживали И работали Ну были так или иначе Связаны Как-то чуть-чуть с ним Он тоже Видишь Правильно сделал Он от Не знаю Правильно Неправильно В свое время Отделился от лицедеев Это же основатель Театра лицедеев Основатель Очень русской Вот этой вот Лицедейской истории Тоже отделился И уехал за границу В свое время И начал Сам работать Ну и Какое-то количество Номеров он имеет Да и в частности И шоу свое одно Которое там Известно во всем мире Окей Не знаю Здесь хотелось бы Наверное Чего-то большего Хотелось бы Вот У нас Количество номеров Я не знаю Если мы будем показывать Искокоты Ну это не знаю Часа 4-5 Наверное Можно выливать Если все Вот так Показывать Там же Что касаемо Вячеслава Полунина Там Откристаллизованные Выкристаллизованные Номера Их там 4-5 Которые вот Всю жизнь Они написаны И кормят его По сей день Его величество Номер Это тоже Дорогого стоит А у меня к тебе вопрос Не планировал Но тем не менее На твой взгляд Давай Три Назовем Актера Давай Давай шире Просто сделаем Вот эти три человека Я не говорю о этом Актер Киноактер Которые на твой взгляд Ну вот прям Крутые С точки зрения Юмора Это Джим Герри Это Чарли Чаплин Это Пускай это будет Соболев Такой сделаю тебе Лаверды Ну не Соболь крутой Действительно Но тут Ты ничего не сделаешь Он в своем В своем Он лучший Он классный Я к тому Что иногда Знаешь Возникает ощущение Странности Происходящего Да Пускай его все ненавидят В этом Его гениальность Его есть люди Которые прям Ненавидят Но все равно Они говорят Какой он нахеренный Вот в этом Крутость Чувака Я не такой Вообще человек Его некоторые Говорят Сука Сука Ты Прекрасный Пидорас Вот так Говорят Какой ты Мразь Охуительный Вот так Ну прикинь Когда у тебя Вот настолько У тебя разболтанные Чувства Это вот про Этого человека Вот Вот в этом Парадокс И в этом Гениальность Его И он будет Известный Он Разорвет Всех Он это Делает Сейчас Прекрасно Очень Его пример Для вас Может быть Помощью В плане Чтобы тоже По этой Дорожке Пойти Нет У нас Другая Дорожка С Кукотой Мы Вообще Не такие Чуваки Мы Другие И по Жанру И по Духовности Своей По Мироощущению По всему И мы Другие Почему вы Не копаете Туда Дальше Вот в Мировую Мировое Признание Потому что Ну вы Уровень у вас Звезд Мирового масштаба Вы Крутые В этом плане И казалось бы Ну давай Свой театр Условный Слава Полунин Я сейчас Очень условно Употребляю Просто Да Понять Объем И масштаб Почему вы Туда Не копаете Вот вопросы От подписчиков Да честно говоря От меня От меня тоже Вы В отличие От текстовиков Вот давай Мы не злобенно С тобой возьмем Как пример Ну да Человек большой Молодец Он поехал в Америку Это круто Надо Поехать Да Но как ему там Тяжело Его там не понимают Он здесь звезда Вы можете туда поехать И вас поймут Везде поймут Потому что Кабан Бегущий Против ветра Он везде Кабан Бегущий Против ветра Да Это Это чисто правда Давай колись Впервые С кем мы познакомились Это с Амбиликал Бразерс Амбиликал Бразерс Я к ним ездил в Германию Я с ними разговаривал И у меня даже есть фотографии Это для меня тоже большое счастье Вообще В принципе Присутствует на живом концерте С Тепфейсом С Тепфейсом Лично Не знаком Но Для меня Тепфейс Я сейчас Меньшим Я сейчас объясню Почему Меньшим Творческим Человеком Лишь только потому Что он играет Все Давай я скажу Так как чувствую Тепфейс Очень наверное Хороший человек Безумно Талантливый Но Мать его Он играет Пизженные номера Про Топфейс Есть такой номер Когда ты засовываешь руку В куртку И типа Это не твоя рука Да Когда Типа Она Вот да И она Отдельно живет Через куртку Помнишь У Полунина Такой есть номер Это играет Топфейс На Американ Голд Тел Блять Охот Не важно Что это играет Полунин Не важно Что это Придумал Полунин Он просто Пиздит номер Показывает Все там В Америке Которым Всем тоже Там Насрать Такой Порожняк Братан Я Мне хотел Встать И помнишь Как тот Генерал В театре Прекратить Хуйню Вот Такая Хуйня И я был На живом Концерте Амбиликл Мне есть чем Сравнить Я знаю О чем я говорю Я был На живом Концерте Топфейс Во Фринже Я был В Берлине На концерте Амбиликл Братарс Амбиликл Это настоящие Творческие люди И они обладают Пантомимой Клоунадой Звукоимитацией И когда мы с ними Познакомимся Я говорю Смотри Хыски Вот мы схожи с ними Давай пытаться Тоже что-то делать Мы тоже Многое с них Брали примеров Мы Прям вот Они Вот как Знаешь Мы молодые Они Ну вот так Иногда Преподносили Особенно я Я вообще От них фанатею Теперь Очень классный вопрос Так что же Типа с вашим творчеством Этой пантомимы Почему вы Не Не ездите Там по этим странам Да Действительно Отвечаю на ваш вопрос Может быть Забегу вперед Мы уже сделали Такой продукт Для того Чтобы отвести Что-то Внятное Кстати Гамарджабад Забыл сказать Это Японцы Которые Показывают фокусы Посмотри Гамарджабад Вот Тоже Классные чуваки И мы Благодаря Сейчас это очень важно Благодаря Вячеславу Дусмухамедову Ты знаешь Кто это Мы Благодаря ему И благодаря Егору Дружинину Это давняя история Сделали Внятный Жанр Чтобы люди Понимали Не осознавали Что-то люди Там делают А внятный Жанр Который Называется Клоунада Мы сделали Этот проект Мы сделали Этот спектакль Для всей семьи Взрослых Он называется Жич То есть По сути Отвечая на твой вопрос Почему вы не сделали Проект Интернациональный Который можно было Вести в Европу Мы его сделали Три года Создавался Этот проект Еще меньше Он репетировался Но все-таки Мы его выпустили Вега Сити Холл Было три дня Куда были приглашены Звезды Мы его отработали Все было очень классно Было очень интернационально Очень было Понятно По жанру Пантомимо Для детей И взрослых То есть Проект Есть Еще раз Отвечая на твой вопрос А почему же вы Так мы все сделали Теперь нужно дождаться Пока Сраный коронавирус Блять Мать его Чтоб он сдох Закончился Понимаешь Потому что в этом И была большая трагедия Нашего проекта Мы его в феврале Выпустили А конец февраля Всем запретили Жить И существовать Помимо этого Большого проекта С Егором Дружининым И со С Мухаммедовым И с ребятами Вот этот Клоунский спектакль Жить У нас есть еще Наш спектакль Весь Шекспир Господин Чехов Уже об этом рассказывал Который мы везли В Эдинбург Потом Мы сделали Вообще без слов Целый концерт У нас есть концерт Без слов Он требует На самом деле Шлифовки Он требует Более приличного Такого знаешь Более приличного Ухода К сожалению У нас нет на него Времени Ты скажешь Ну как же Времени же Полно Коронавирус Никто ничего не делает Вот в этом Вся и большая проблема И встречаться нельзя Потому что Мать его да хрен его знает Сейчас вот пока Пошел до метро Уже заразился Уже и герпес подхватил И какой-то Займы кредита Какие-то подхватил И коронавирус Все подряд Опасно ходить по улицам Ждем пока Все утихонирится Всему свое Давай я так что скажу Всему свое время Это время на самом деле Оно идет против нас Но Как показала практика Благодаря Я опять же скажу Вячеславу Это все Благодаря его Вере В наше дело На жанр Он говорит Так давайте Дадим этому Точное направление Жанру Чтобы ни у кого Не было вопроса Это клоунад Дадим Сделаем проект Мы его сделали Что с Условным театром Давай возьмем пока В кавычки это слово Но тем не менее Думали ли вы над тем Чтобы Мастерскую свою Слушаем Нет Нет И я тебе так скажу Вот сейчас На данный момент Я не чувствую Что нужно создавать Такой театр Вообще Быть при каком-то театре Окей Создавать свой собственный Отучившись в театральной Академии Санкт-Петербурга Работая С великими лицидеями Там же в театре игра Я понял что это Это очень сложная Это очень сложная задача И здесь должен быть Потрачен Гораздо больший ресурс Твоего времени Твоих нервов Если чуть-чуть Так Как параллели лицидеев Так там же были все Очень молодые ребята Им всем было Там я не знаю По 20 лет Всем им было По Лунину было По-моему 30 И там все За идею бомбили Понимаешь Там все Это все росло Это не в один день Это люди Всю свою жизнь Положили на то Чтобы быть клоунами Не участвовали Ни в каких-то Телепроектах Вот просто Они вот так Херячили За пивас За копейки За У меня нет жены У меня дают Насрать Грязные вещи Они херячили Понимаешь Там у них очень сложная Очень сложная тоже тема Клоунада И вот там То что мы сейчас делаем Это Такие сложные жанры Которые требуют Высокого уровня Актерского мастерства У нас к сожалению Таких людей нет На нашем юмористическом поприще Их там несколько человек Все остальное Это армия Армия подражателей А как это театр сделать Театр делается Как раз таки Из вот Пяти-шести Гениальных людей Скажем так Помимо нас Как их набрать Где Где их набрать Как их набрать Это сложная тема Очень сложная тема Поэтому нет Не возникает вопросов Делать Делать свой театр Тут бы Тут бы концерт доделать Понимаете Театр еще А слушай Давай тогда так Смотри Вот такому мастерству О котором ты сейчас сказал Этому можно научиться Или надо родиться таким Человек сразу не может Распознать талант И вот это как-то Да действительно Наверное Самому тебе нужно добиться Но В процентном соотношении Безусловно Конечно же Талант должен превалировать Он должен быть Чуть-чуть выше Потому что Как только ты даешь Максимально Стопроцентному талану Таланту Инструменты Показываешь как это делать Все Чувак Все сыграно Он может уничтожить Все что угодно Если человек талантливый В боксе Ему дают технику бокса Он уничтожает всех Если человек талантливый В режиссуре Ему дают правила Как это работает Он досочиняет Все Это безусловно Я не видел ни одного человека Который бы Хочешь быть артистом? Да И потом из него там Вытащили Театр Ничего не вытаскивает Театр Это услуга Которая Предоставляет Возможность Под руководством Режиссера Раскрыть свой талант Самостоятельно Вот это Четко прописанная Истина Запомните Никто Не вырывает Вас Когтями Этот талант Талант Вы этот Сами культивируете Благодаря Наблюдениям Режиссера И методологии Великих Режиссеров Которые прописали Данные упражнения Чтобы снять Ваш зажим Такая книга Станиславского Убрать зажим И включить Вашу фантазию Если у вас Все хорошо С талантом Вы это все Перепрыгиваете Очень быстро Вот и все Там Наверное Самое популярное Шоу Это были Ваши Комментарии Ваши Я имею ввиду Допустим Тебя И ты звал В гости Юру Музыченко Реакции Реакции Было Беременов Шеста Это прям Много народу Смотрело Для меня Это дико Конечно Еще не понимаю Почему Сначала Смотрели Потом Вы там Приостановились Начали Опять Не смотри В общем Какие то Появляются Озвучка Переозвучка Я просто Вижу Там Ребят Которых Вы все Прекрасно Знаете Миша Стагниенко Тамби Масаев Ну и так далее Ребята Которых Все Смотрящие Это видео Наверняка Знают Вот они У тебя Там Появляются Но что-то Заходит Это какая-то Экспериментальная Площадка Для тебя Ютуб Да Экспериментальная Вообще Я пробую Я этому Рад Очень сильно Что я могу Что-то попробовать Вот Там И трек Я записал Выпустил Недавно И могу Делать Какое-то Творчество И могу Это записать И показать Людям Вы можете Это смотреть Можете Не смотреть Можете 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 Ненавидеть Я как-то Тем самым Для себя Реализовываюсь Я рад Очень сильно Что я могу Позвать Каких-то Людей К себе Кто меня Знает И они Придут Вот в этом Крутость Еще большая Что они Скажут Чумошник Иди отсюда И они придут Скорее всего Если я позову Кого-то Меня это сильно Очень радует Прямо Очень сильно Это же классно Вот И что-то Сделать с ними Другой вопрос Что мне иногда Значит не хочется Кого-то позвать И сделать Какую-то ерунду Вот Про что мы говорили Про импровизацию Думаю Сейчас выйдешь Скажешь Ай блях А вдруг Как мне смешно будет Вот А по сути Так наверное Не нужно делать Нужно ошибаться Вот в этом плане И прекрасен И Илья Соболев Сейчас мы говорим Значит миллион слов Илья Соболев Чтобы твоя передача Влазила в рекомендации Есть еще такая тема Когда ты Будем говорить Триста раз Путин 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 Ютуб будет Как-то ранжировать Мне так объясняли Я не знаю Так это или нет Я живу первый раз И не знаю вообще Про алгоритмы Ютуба И этого всего пространства Если что Илья Соболев Да Если что Илья Соболев Путин Путин Илья Соболев Все для тебя Бро И все Чтобы было Хоть Хоть Сто тысяч просмотров Ну пожалуйста Берите Про что я рассказывал Простите пожалуйста Меня как унесет куда-нибудь Да я про ютуб И про эксперименты Да проведу про эксперименты Вот я хочу что-то делать Там и хочется Больше делать Но пока нет У меня возможности Много времени На это уделять Вот и вопрос Смотри Ты начал там делать Условно одно шоу Делали-делали Остановились Начал делать другое шоу Делали-делали Хочется Потому что для меня И делать реакции Это стремно Во-первых Я не делаю там ничего нового Я смотрю Это что за формат вообще такой Что Типа Кто-то снял передачу На что-то А ты просто смотришь И такой И обсуждаешь Для меня это Типа Я нового ничего не приношу Вот это меня Скоробит Давай тогда вопрос Смотри Делать то что У нас смотри какая У нас вилка с тобой Получается Очень интересная У нас либо делать то что Людям нравится Да Потому что просмотр Это то что людям нравится Вот только для этого Или делать то что нравится тебе Но может быть Ну это тип Вот видишь Переозвучка Мне нравится Это какая-то новая темка Для меня Но ее никто не смотрит Если вы перейдете на канал Вы заметите по просмотрам Вот да Ссылка в описании Пожалуйста Зайдите Посмотрите Подпишитесь Там есть реакции Которые там Даже одна реакция Там миллион просмотров на ней Я думаю О Почему Как ты считаешь Надо делать для людей Или для себя Получается так Надо чуть-чуть и так делать И чуть-чуть так делать Но все равно Нужно делать то что тебе кайф Вот так я считаю Мне не сложно сделать реакцию какую-то Позвать какого-то человека Окей Пускай Пускай Люди посмотрят Люди в комментариях Тоже свое мнение напишут обязательно Они там очень сильно бомбят их Как это так Почему Ну там что Думаю Блин ну ладно Давайте Давайте Почему нет Как Для меня это до сих пор пока такой наш полуоткрытый вопрос Ну окей Но вообще нужно делать И я в такого мнения Что нужно делать что-то уникальное Какой-то продукт Уникальный контент Вот Я за Всегда это Вот чем я И скукотой собственно говоря И занимаюсь Вы в интервью В одном своем говорили о том Что был Молодой человек Который Сказал вам Что Ребята Шесть лет назад Я вам выносил стулья Когда вы выступали Да А он в этот момент Да Был уже звездой комедии Скороход Да Андрей Скороход Это вообще На мой взгляд Это один из гениальных вообще чуваков И он всегда им оставался и был Просто его вот такой вот путь был Представляешь Для нас это была Ну просто сокрушительная новость Когда он нам это сказал Говорит Прикиньте я вам стулья выносил И ты же понимаешь Что Вот как жизнь поворачивается Вот как она поворачивается Охренеть Наркотики Что наркотики Дело в том Что Ну у вас настолько Экспрессивная Манера И у тебя И у Миши Что Ну у людей невольно Возникает вопрос Они что вы что делаете Мы Пробовали писать Пробовали курить и писать Но Блин это все не то вообще Это уходит к сожалению куда то Что это Это такое Не знаю Мы думали как то Может быть Пробовать как то Если попробовать раз И записать На следующий день То же самое Но на чистую голову Нет Это все все равно уходит Всегда на чистую голову Всегда Только так Ты только тогда можешь Как то знаешь Вот эти чакры В тебе могут какие то Открыться И ты чисто можешь Это поток Вот этого всего Что в тебе есть Сначала оно должно пройти Там вот Жопошно генитальный юмор Он сначала проходит Все А потом Ты приходишь К чему то чистому Какому то И это нормальный процесс Вообще Всегда в создании Юмора У нас по крайней мере Так было И соответственно И во время выступлений Тоже Не Это всегда Это всегда плохо Прям Прям Блэ Прям А это всегда Алкоголь Плох Это никогда Это не было В лучшую сторону Никогда Это всегда Чем-то Это какие-то больше Минусов Чем плюсов Вот Поэтому лучше На чистую Всегда И раньше Было кстати говоря Больше номеров Написанных Только на энергии Только на этом И выезжали Просто вышли чуваки, что они делают? Так вот они вышли. Люди, что мы сейчас видели, блядь? Непонятно, но весело. Да, и как-то выезжали на этом. Потом с годами это стало как-то сдержаннее. Мы стали где-то прибирать, где-то наступать, понимать. Стали после Академии театральной. Ага, здесь лучше наподнажать, здесь лучше отпустить. Вот эти вот качели. Ну, это нормально, это, наверное, опыт. Он, наверное, просто сам по себе. Хочет же стать большим артистом. Да, в любом случае. Чувствует, что он этого заслуживает. Так? Да, конечно. Есть же ощущение такое? Да, в любом случае. Так, вот у меня тогда тебе вопрос. Смотри, ты, вот вы в дуэте, в юморе. Вот ты снимаешься в телесериалах, в киносериалах, в кино. Вот ты выступаешь в театре. И вот чуть-чуть ютубов. То есть везде как-то по чуть-чуть, но нельзя сказать, да, что где-то выстрелило, ну вот все, проснулся за ней. Да, вот в этом минус. Сейчас невозможно разорваться. Вот сейчас поговорили чуть-чуть про ютуб, и я им не занимаюсь в чистом виде. Если бы я им занимался, я бы все силы туда уделил. Вот, поэтому это получается по чуть-чуть, и там по чуть-чуть. И нигде, да, нету какого-то большого. Вот этот шажок, что надо сделать, чтобы все-таки оп. Вот не знаю, что время, наверное, нужно уделить силы к чему-то одному. Наверное, не знаю. Наверное, так. Во что-то одно, на что-то пристать. Четко сказать, ага, вот здесь. Туда идем. И всю туда направить какую-то свою энергию. Это ты как бы условно осознаешь, но пока еще сам не стал. Да, пока что я сам, типа, занимаюсь. Вам, мне весело вот это делать. Вот это мне нравится делать. И будем этим делать. У-у-у. Такое, знаешь, ребячество живет оно. И я не хочу, чтобы она уходила ни в коем случае вообще. Не вообще, если она уйдет, я умру. Такая, я не знаю. Ну, типа, у меня полное ощущение такое. Если она пропадет, то я стану человеком обычным. Что-то буду делать, на работу ходить. Куда-то. Ты же кайфуешь от всего, что ты делаешь. Вообще я кайфую очень сильно. И всем советую, да. Ну, типа, заниматься любимым делом. Мне нравится, делаю то, мне нравится это делать. Да, кто-то скажет, ты дебил. Ты дурак вообще. Не делай так, делай вот так. Хорошо. Ты фактически где сейчас живешь? Ой, сложно сказать. Питер, Москва. Наверное, больше Москва. Последние вот полгода, наверное, Москва. Потому что супруга у тебя в Москве, насколько мне известно. Да, она больше здесь, поэтому это невозможно было последний год назад. Когда она здесь, я там. Ну, это неправильно. И, по сути, переехав сюда, ну, это был, наверное, тоже правильный выбор. Потому что там, в Петербурге, все классно, но это тоже болото. Мое любимое болото. Вот. Ты в своем видеоролике презентационном, как актер, говоришь о том, что у тебя перед тем, перед пантомимой, перед тем, что ты владеешь пантомимой, у тебя идет там фехтование, что там еще верховая езда. Да, во-первых, где ты научился, где ты этому всему научился, и это важнее. Мне просто очень интересно. Да, значит, дело в том, что я тебе так скажу, из профессиональных навыков, именно прям профессиональных, они у меня не профессиональные, у меня любительские навыки. Фехтование преподают в театральной академии. Это очень классно, там, позиции первая, шестая, блок пятая, вторая, третья, выпад. Это, в принципе, на самом деле, это все дело обучаемо, но я этим владею. Не профессионально, но владею. То есть, если нужно для съемок, выпады, там это, я с удовольствием это сделаю. Я жил в селе. А в селе что? Коровы, гуси, ути и лошади, на которых мы катались. На самом деле, мы катались тоже очень сильно любительские. И все, верховая езда моя тоже любительская. И из тех навыков, необычных, скажем так, необычных навыков, фехтование, да никто в обычной жизни не фехтует. Да и никто в обычной жизни как бы на лошадях не скачет. И когда ты перечисляешь вот эти вот для себя, для режиссеров это может быть, и что? Ну, типа, это фигня. А для меня это очень необычный навык, что у меня верховая езда, фехтование. И чуточку вокал. Мне, кстати, один человек сказал, что у тебя невероятно красивый голос, его можно поставить, и ты будешь петь просто круто. Я говорю, сколько на это нужно потратить времени? Он говорит, ну, лет пять. Чтобы, ну, чтобы все, чтобы ты им владел стопроцентно, пел. Ну, вот. Всего ничего. Ну, как раз, в минуту. А по ощущениям, а где у тебя дом? Вот можно сказать. Ты 11 лет прожил в Беларуси, 11 лет прожил на Ставрополье. Да. 11 лет в Питере. Да. Кстати, да? Да, треть. Видишь, везде по 11 лет. Сейчас ты перебрался, по сути, в Москву, может быть, это новый цикл 11 лет? Это новый цикл. Я не знаю, почему это вот какие-то вот циклы жизненные. Прикинь, вот так поделилась. Это на самом деле тоже не понимаю, почему по 11 лет? Вообще не понимаю. Ты как школу заканчиваешь? Как будто, да. Как будто новый школу заканчиваешь. Там получился. Но на самом деле так и есть. Уроки жизни я получаю вот в каждом городе свои какие-то. Дом где? Не знаю. Не знаю. Не знаю. Где мама, наверное? Сложно сказать. Где квартира? Не знаю. Вот мне спрашивают, ты откуда? И я такой. Наверное, из Питера сейчас в последнее время. Откуда ты? Из Петербурга. Когда говорят, что ты из Петербурга. О, прикольно. Классно. Потому что, когда ты говоришь, что ты из Ставрополя, все такие. Что? Ну, Северный Кавказ. А, там где-то. Понятно. Из Питера. Да хер его знает. Поэтому. А мама где? Мама в Ставрополе. Вот. Поэтому, наверное, где мама. А так сложно сказать. Там, где я, по сути, там, где я вот сейчас присутствую, там, наверное, и дом. Вот. Если с точки зрения размышлять бродячего артиста. Не знаю. Сложно сказать. Если ты понимаешь, откуда я, напиши, пожалуйста. Потому что у меня есть, напиши в комментариях, да. У меня есть друзья и там, и там, и там. И это классно. Что приносит тебе больше денег в плане заработка? Твоя карьера. Актера. Ты много сейчас занимаешься. Реально много. Актера, вот и актеры приносят, наверное. И большое удовольствие переносит это очень сильно. Мне. Ну, то есть я удовлетворение чувствую в этом, получаю какое-то. А сколько твой съемочный день? Длится или стоит? Стоит. Ой, ну, все вопросы к моему агенту. От, до, какие-то границы. Не менее, не более. Ну, типа не менее сорока он должен стоить. Ну, не менее сорока. Наверное. Круто? Потому что, да, уже меньше. Ну, там много работы. Давай так. Круто. Это круто. Ну, это круто. Да, нужно работать больше еще. Надо больше, больше, больше. Мне, ну, это А нравится и Б, там есть куда расти. То есть я понимаю, что я там еще такой сопляк. Просто пиздюк. дикий пиздюк в котором еще сколько там еще работать нужно чтобы понимать вообще достичь какого-то там мало майского уровня очень сильно много работать вот поэтому есть куда расти и в этом плане тоже ориентируясь на жену наверное очень сильно она мне большой молодец каково жить с актрисой я сейчас объясню смотри говорят что очень тяжело уживаются люди одинаковые ты творческий она творческая то есть образное мышление и так далее как раз обычно уживаются наоборот такие там суровые мужики и вот девочки вы одинаковые одинаковые да не знаю наверное хер вот одинаковые я я не могу сказать типа как уже но я не ссорюсь я не конфликтный чувак вот она тоже не конфликтный человек вы много лет вместе много лет на седальны и вот блин я не знаю как как тебе объяснить но какая-то формула есть успеха нет не все спрашивают уфа какую-то формула за и чего делать как и знаю ценить как-то человека вот такой темы типа раз в неделю делать подарки не надо делать подарки нету не что вы понимали у нас дома все время стоят свежие цветы типа всегда о да вот это уже есть но окей это настолько мелко это ну блин это настолько типа и знались уже привычно вошло в привычку что наверное правильно всегда видишь ты сказал то слово они всегда стоят и чтобы не происходило всегда стоят но это не нельзя назвать формула ok пускай это будет типа какая-то неизвестная в этой формуле в одной пускай а времяпрепровождение совместное какое как у большинства людей там кино и вино посидеть дома скорее всего посидеть дома потому что юля у меня в большем степени наверное грида лучше типа посидим дома и пойдем куда-то типа там вещь что-то смотреть гулять а нормально пойдем сначала давай расскажи пожалуйста своей семье я знаю что у тебя есть дочь и ты очень любишь свою супругу лучше чтобы ты об этом рассказал где вы как вы познакомились вообще я очень сильно всегда скидываю наши встречи с людьми и с любыми людьми это как случайно не случайно совпадение несовпадение это это всегда какая-то вселенная тебе подталкивает и п подкидывает тех людей которые нужны вообще всегда плохие или хорошие и в этот определенный момент мне она подкинула мою жену который я встретил сначала в клубе потому что у нас были общие знакомые вот тогда господин чехов очень сильно давно сейчас тоже увлекался диджейством там с медицинской академии откуда моя жена его там друг одногруппник занимался диджейством они познакомились пригласили в клуб я пришел со стороны жениха знаешь как это со стороны чехова она пришла со стороны своего друга мы сели за стол потому что он был свободный я в какой-то момент понял что это очень интересная дама очень интересная дама классная она магнитит магнитит тебя своей культурой речи подачи конечно безусловно интеллектом который понимаешь самое главное для мужчины мне кажется не для не для всех а для меня это возбудить мозг возбудить наш перчик там особо уже как бы понимаешь особо труда не составляет а вот возбудить мозг а я очень сильно люблю у меня же фобия же тупой понимаешь и для меня должен быть человек на парне должен быть очень умным и жена очень сильно тоже меня спасает потому что она безумно умная я безумно тупой его мы команда понимаешь и когда я почувствовал что по моему это мой человек это произошло не сразу я в шутку сказал что вы все превышенные на нашу свадьбу мы все дружно посмеялись а потом мы больше не встречались потому что это был клуб это было такое быстро спонтанная как бы встреча знакомства мы разбежались не переписывались телефоны друг друга не брали я еду на невском я еду по невскому я как раз приобрел автомобиль мазду тройку я еду по невскому это был июнь еще тогда в петербурге ток-ток начинаются теплые западные ветра с финского залива и идет она и так получилось что она идет по тротуару широкому невскому так получилось знаешь когда людей много а потом есть такая наш когда нет людей идет один просто человек этот момент она шла одна у нее такая такая шаль такая была белая я даже не знаю типа свитер такой который оголяет ключицы до самой сексуального 18 веке были ключицы и вот они короче вот это 18 век был оголен она как-то медленно шла в таком белом шортиках сумочкой а я я просто ехал и меня в какой-то момент просто как как меня ударила судьба леща мне вот сюда вот я поворачиваюсь и вижу ее я заезжаю посигналил и помахала ручкой заезжаю за угол я пригласил ее на чай и больше мы с ней не расставались вообще никогда и у нас появилась дочь и после этого это судьба это безумно я каждый раз ее благодарю когда когда выпью я ее благодарю я благодарю свою жену за то что она у меня есть за то что она мне подарила дочь и за то что вообще мы с ней встретились это большое счастье я только вот я только с возрастом и с опытом у меня же были женщины я понимаю что весь этот путь я проделал ради нее вообще все ради нее я делал и ошибался и влюблялся в хрен знает кого ради того чтобы набраться опыта потом сказать что да вот благодаря этому опыту я прекрасно понимаю что лучше не будет лучше не будет это это она моя единственная и каждый раз я за это благодарю вообще благодарите своих жен то что они у вас есть сколько лет вы вместе с 2000 получается матч встречаться закончил заканчивался тринадцатый ну скажем так ну давай берем там 2014 может конкретно прям жили вместе она меня притянула себя в свою квартиру а у нас еще был такой период когда типа там заканчивались какие-то институтские дела и надо было что-то менять какие-то квартиры все такое я начал встречаться с ульяной мой жену зовут ульяна если что и она говорит ну типа я тебя люблю и написала письмо любовные и в котором она мне признается ли в любви а я такой очень такой знаешь всегда насторожен был но я безумно чувствительный человек я почувствовал что вот она сейчас не готова у меня в глаза это играть она на бумаге это сказала и я понял что ты знаешь знаешь вот я читаю это и говорю вот так вот в текст говорю ты знаешь я тебя люблю и говорю и вот туда вот на бумагу а потом когда я встретил я я этого не сказал что я люблю ну вот я мы друг другу глаза в глаза сказали это чуть позже когда уже сил было невозможно было терпеть вот очень скромно друг к дружке подходили и уже момент когда я вез ее к себе туда в станицу я ее вез уже как жену и там я сделал ей предложение первое потом сделал предложение когда уже приехали родители и и она сама из беларуси в беларуси там на даче я уже сделал перед ее родители предложения вот все были согласны я фуф прокатила вот и мы живем любим друг друга и я безумно это ценю я безумно ценю ее вообще безграничный талант к мудрость может я неправильно сказал но она у нее есть такая тема она она безумно врожден на мудрая женщина мудрая вот я иногда думаю я больше не сказать нельзя сказать умная не просто мудрый знаешь когда ты типа по мудрому это скажу не по умному типа ты знаешь а вот так нет просто как как то вот мудро может быть это интуи может быть давайте заменим слово мудрость на интуицию в общем она интуитивно делать настолько все правильно что я от этого безумно кайфовым безумно кайфовым и я я безумно не понимаю людей, которые спустя там 5-6 лет разводятся, я... Как так можно... То есть... Они набираются вот того опыта, о котором ты говорил. Может быть. Да, да, может быть. И мне еще кажется, что все совпало вовремя. В 30 лет получается, в 30 лет я себе загадал желание, чтобы в 30 лет у меня было все. Вообще все. И знаешь, самое парадоксальное? У меня действительно было абсолютно все. У меня была квартира, у меня была дочь, она родилась, я был женат, я был резидентом комедий-клаба, я был популярным, у меня были дети, у меня было все. У меня было все. Вообще все. Это было вообще... Это просто охренеет какие чувства. Это просто охренеет. Я все... Я был максимально укомплектованный человек. Пару лайфхаков советов по актерскому мастерству, книг. В общем, что на тебя повлияло и что бы ты мог... Давай так, что повлияло на тебя в актерском плане? Можно читать. Там, Станиславского я читал, окей. Ну, почитал я что-то. Но это все равно он рассказывает свою, что он прошел. Окей. Это просто его какой-то кусочек времени. И вот это можно почитать, да? Ты почитаешь, сделаешь свои выводы, как и любая книга. Вообще любая книга, ты читаешь мысли чувака какого-то. Ты можешь сам такие же мысли изложить, имея какой-то опыт. Вот, наверное. Поэтому, что делать? Быть, наверное, в процессе. Вот это самое важное для меня и вообще для актера. Быть всегда в процессе, потому что эта мышца, она должна всегда работать. Соответственно, если человек хочет туда, то поступай и ищи работу. Да, и быть все время в процессе. Вот у меня есть пример, хороший, сейчас приведу тебе, Дмитрий Кириллович Хасис. Мой товарищ. Дима Хасис из команды КВН. Дима Хасис из команды КВН. Доброжелательный роман. Человек не имеет актерского образования, но он настолько плотно влился в тусовку и общается и с людьми с курса нашего мастера, с предыдущего курса, с нашим курсом, с КВНщиками, со всеми и все время в процессе, что начал сниматься в кино, начал сниматься там. Это человек в процессе находится. Он всегда здесь, он варится в этом котле. Это важный момент, чтобы чего-то, наверное, достичь. Быть всегда, видеть, смотреть, делать подмечания какие-то. Вообще, это суть вся актерской профессии. Это наблюдение. Это очень важно. Если ты не делаешь наблюдение, все. Ты должен делать наблюдение, видеть, наблюдать. Вот сейчас оператор сидит, что он делает сейчас. Видишь, он там штуковина своей занят. И сделать на это, отложить у себя. У нас даже был, не знаю, предмет, можно назвать это предметом, когда мы учились. Мы показывали наблюдение. Нам мастер говорит, смотрите за людьми, наблюдайте, приходите, показывайте. Смешных людей. Это лучше ничего не может быть. Ты смотришь за людьми, все у тебя где-то под ногами лежит. Все. Ты смотришь за людьми, они такие смешные. Просто пиндос. Вот я вышел на улицу, идет чувак в костюме полицейского. Он, бляха-муха, я самый пиздец, охуительный здесь. Ну, типа, он охранник какой-то. Это смешной вообще персонаж. Его бери вот так вот, просто копируй и вставляй в мультик. Вот так с таким пузом, с подвернутыми штанами, бэмпончика не хватает, кофе. Ибо кого бы здесь палкой пиздан? Сейчас здесь. Вот они, все под ногами. Вот наблюдение. Вот наблюдайте и показывайте это друзьям, родным, если вы хотите в профессию, не знаю. Клево, клево. Вот это такой вот лайфхак, наверное, что ли. Это важный момент. И вообще всем актерам так нужно делать. И они на самом деле этим и занимаются. Если замечали, актеры рассказывают анекдоты. Когда приходят в компании, собираются, они актерски, актерски, блядь, рассказывают анекдоты. Говорят, а он приходит туда. В этом плане и Кукота всегда. У него есть там три, четыре, пять анекдотов, которые он на любой вечеринке он туда. Стандартные. Они туда залетают и все люди, пешеходы, все, кто пешеходы, не связаны вот с таким ртом. Какой ты прохеренный. Как он вот это делает? Ты физически очень сильный, крепкий парень. Я знаю, что в детстве, в детстве, в юности ты занимался и борьба была, и ушу была. Самбо, самбо. В общем, да, и по тебе и вид. Папа хотел, чтобы я стал. Он мне говорил в детстве, что ты будешь либо бандитом, либо спортсменом. Но ты будешь спортсменом, он говорил. Окей, сказал. Я в 16 лет начал заниматься КВНом. И все. До 16 лет я врубился жестко очень. Ты дрался вообще? Да. В школе, я веду. В школе, по дворе где-то, да? Да. Ну я пацан вообще, я люблю подраться, люблю вообще подделать. Ну типа какие-то у меня яркий испытатель спектр эмоций. Ну какой-то. Туда, вот так, сюда, там, то, все, понимаешь, какой-то вот мне нужен. А после 16? После 16 дрался тоже, да. Ну это знаешь, драки после 16, и вообще, когда ты становишься старше, это очень опасная штуковина. Это дико опасно, и вообще не надо так делать никогда, потому что до 16 у тебя, ну, не знаю, ты какой-то, ты подвержен меньшим травмам, что ли. В детстве я рвал уши, но это я не обращал на это внимания. У меня были порваны уши, потому что мы боролись, это все время, какие-то травмы, но ты не обращаешь внимания. Когда ты становишься старше, это может привести к смерти, как драка любая, потому что, ну, эти люди, кто занимались спортом, это машины для убийства, их нельзя выпускать вообще никуда. Они должны заниматься только спортом. Типа, если куда-то он выходит на улицу и участвует в какой-то драке, можно просто, ну, причинить смерть. Вот, поэтому это очень опасно. А женщину бил когда-нибудь? Нет, женщину не буду бить никогда. Ну, я не буду говорить никогда, не бил я женщину. У меня была одна девушка, я хотел, у меня было дикое желание просто ей ушатать, и я ей говорил об этом. Мы потом расстались, она меня бесила, просто пиндос. Я не знаю, почему мы встречались. Я говорю, я хочу тебя камнем просто по-моему, все так. Ну, прикинь, вот такие эмоции вызывали иногда. Все нормально, все нормально, все нормально. Но какой-то момент, ты невыносима, и не мама, уходи. Все, мы потом расстались. Ну, в любом случае, человек, когда ему что-то не нравится, в работе, в той же, если его ты мучаешь, вымучаешь, давай, ты должен делать, что ты не делать, что ты, тыкать вот лицом, он не будет этим заниматься. Как бы он сюда, не хайм, он здесь под палки будет делать, чуть-чуть будет делать, потом он перестанет это делать. Не будет он заниматься, ни один человек, никогда. Все этот человек будет заниматься тем, что ему кайф вообще, вот, делать, что ему нравится. И вообще занимайтесь тем, что вам нравится. Ну, в пределах Конституции Российской Федерации. Старайтесь. А давай закончим. Я знаю, что ты очень круто рассказываешь анекдоты. Что-то я уверен, что есть у тебя 1, 2, 3, которые там на поверхности, в смысле в кармане, да, для случая лежат. Это просьба. Не настаиваю, но если есть такая возможность. Ну, последний анекдот, который рассказал Галыгин, я с него просто упал. Это когда у бабушки спрашивают, бабушка, действительно вы живете рядом с военным училищем? Ясен Хуй! Это единственное, что мне сейчас в голову взбрилось. А так, конечно, по анекдотам это отдельная тема. Это...